Дорогие друзья, из выпуска вы узнаете, какой питомец живет у Насти Макаревич, интересные факты про породу бигль и советы по уходу за животными от ветеринаров. Всем привет, друзья! Вы смотрите рубрику «У любви четыре лапы», а с вами я, Настя Гданова. Сегодня мы в гостях у Насти Макаревич, и сегодня мы поговорим о ее домашнем питомце. Это бигль. Настя Макаревич, российская певица, основная солистка и фронтвумен российской женской поп-группы «Лицей». Смотрите программу «До 17 и старше», будет много-много интересного, друзья! Я не могу не спросить, как у тебя появилась эта собака? Собака эта появилась у нас пять лет назад, вот в этом году ему будет пять. Мы подарили бигля девочку нашему дедушке, чтобы он не скучал, он живет за городом. И вот она родила пятерых щенят. Мы пытались их раздать, продайте, раздайте. Ну, в общем, как-то вот несколько там ребят и девчонок оставалось, и в результате дети уговорили взять собаку. На самом деле у меня всю жизнь дома жили собаки, потом кошки, в общем, всегда дом был полуживотных. Но долго не решалось как-то взять собаку домой, потому что дети пока росли, и такой шум гам, думаю, ну, еще и собака. А собака, действительно, это вот как третий ребенок. Полноценный член семьи. Полноценный член семьи. Почему назвали Форест? Там просто нужно было назвать на букву «Ф», и называла «Моя племянница». Но вот как-то совпало, что она назвала Форест. Мне понравилось очень это имя, потому что обожаю этот фильм «Форест Гам». В принципе, у Фореста есть адресник, вот если вдруг он потеряется, не дай бог, и там он убежит. Там записаны телефоны, и у него написано тут «Ран Форест Ран». На день рождения ему такой адресник подарила моя сестра. С кем больше собака контактирует? С детьми, либо с тобой? Чем любимчик? Ну, вообще, бегли они очень дружелюбные собаки, такая порода, и они очень открыты. Форест у нас просто добряк, очень добрый, очень умный, и он прекрасно контактирует со всеми, он всем радуется. Ну, то есть, я не помню случаев, чтобы он на кого-то злился, но в семье я для него мамочка, мама. Вот он за мной, ну, во-первых, я его кармалю, я его хвалю все время и ласкаю, и поэтому он за мной ходит как хвостик. Я там пошла ванну краситься на съемку, он со мной. Ну, а так, наверное, любимчики у него это вот Макар, сын, потому что он как дружбан такой ему, и они все время играют тут, носятся. В общем, тот его развлекает по полной один и другой, друг друга развлекают. Конечно, когда он появился, я уже думала, как же мы жили все это время, все эти годы без собаки, невозможно представить себе. Помогают ли как-то дети заботиться о Форесте? Какие обязательства? Ну, обязательства погулять, да, и как-то больше достается младшему. Ну, нет, с утра гуляю, я выхожу, там, или муж, ну, мы стараемся разделять эти обязанности, потому что это вечный вопрос. Кто же гуляет с Форестом? Особенно он возникает вечером, ну, больше, да, к вечеру, когда уже все время выходить, еще если там, да, дождь или снег. Вот, и чаще выгоняют, конечно, младшего, поэтому он как-то повесил расписание такое, хватит, все, повесил расписание, кто когда гуляет, но все равно там как-то его подкупали чем-то. Ну, сегодня давай, может, ты все-таки будешь. Ну, в общем, вот так вот. Ну, по очереди нет, но дети помогают туда гулять, вот, в основном. Угу. Продолжи фразу. Собака – это... Собака – это самый любимый наш мальчик, прекрасный друг и товарищ, член семьи, да, которого никак. У тебя, Бигли, столкнулась ли ты с какими-нибудь проблемами по уходу за своей собакой? Ну, Бигли у них есть одна проблема такая, они очень сильно линяют, и вот шерсть сыплется с него, конечно, просто ужасно, и это постоянно на всем, на одежде, там, на ковре, на мебели. И вот это у них как бы... Я вот ходила тоже к врачу, выясняла, как с этим бороться, ну, мы его там моем, вычесываем. Но вот и весной, и осенью такие вот обострения, это просто... Еще у нас такой очень переживательный молодой человек, и поэтому, когда он волнуется, вот тоже, я не знаю, там, придем, если к ветеринару, вот, он может стоять. Я помню такой случай был, там, с лапкой была проблема, и мы пришли, и нужно было там делать какой-то рентген, вот. И, в общем, фура стояла, а с него эта шерсть просто, просто сыплась. Я думала, ничего не останется. Ну, вот это, да, такая основная проблема. Угу. Вычесываем, боремся, моем. Но вот, я не знаю, если эксперт что-то подскажет, какие-то еще способы. Все. Ну, хватит трясти тут своими слюнями. Настя, что бы ты посоветовала людям, которые хотят завести домашнее животное? Я бы посоветовала, заводите, конечно. Это прекрасно, и, действительно, животные делают жизни и теплее, и ярче, и как-то уютнее. Снимался ли твой питомец у тебя в каких-то, может быть, видеоклипах? Да, снимался как раз в последнем клипе, и на песне «Уйди ко мне». Угу. Мы снимали осенью в парке, такая красивая осень была, вот, прошлая у нас, и Форест с нами там фигурировал. Такая там небольшая а-ля история. И, в общем-то, целый день он провел с нами, замечательно себя вел. Да? Немножко уток погонял. Да? Полаял на них. А так все было замечательно. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Даже во святой, еще во сне. Иди ко мне. 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 Так что, вот, уже отснялся. Ну, и также во многих... Ну, Форрес. Сейчас было не очень красиво. Снимался и во многих программах уже. И вообще он у нас... Звезда телеэкрана. Дай лапку. Дай маме лапку. А дай пять. Дай пять. Давай. Умничку. Вообще он у нас чемпион России. Да, завидный, завидный жених. И ест. И вот он. Какой красавец. Посмотри камеру Форреста туда, посмотри. Хотя бигли, они очень активные. Они очень любят гулять. И с ними нужно подолгу гулять. Но у нас мы выезжаем за город на выходные. И там он уже отводит душу. Там еще у него два друга. Мамина собака и собака сестры, которая сейчас тоже с мамой живет. В общем, три собаки там у нас. Как мама говорит, просто живем на псарме, потому что это очень веселая такая, конечно, тусы у них там. Все время какие-то дружбы вдвоем против третьего, игры. А более подробно об этой пароде вам расскажет наш корреспондент. Внимание на экран. Всем привет! С вами я, Василиса. И сегодня я вам расскажу три интересных факта о пароде бигль. Итак, поехали! Невозмутимый аристократ британских кровей, азартный охотник, который до конца преследует свою добычу и большой шутник. Все эти факты мирно уживаются в собаках породы бигль. А вы знали, что у биглей 225 миллионов обонятельных рецепторов? Биглей можно считать кинозвездами. Они стали героями 17 художественных кинокартин и мультфильмов. Биглей не переносит одиночество. Помимо порчи имущества, собака может впасть в депрессию и у нее может начаться тревожное настроение. Биглей больше других пород нуждаются в ежедневном общении. Порода биглей является одной из самых лучших пород для содержания в семье с маленькими детьми. У них замечательный компанейский склад характера. Поэтому биглей станет настоящим другом для вашего ребенка. Настя, от нашей программы я хочу тебе вручить вот такой вот подарок от компании Ивсен Бернард. Это все, что способствует хорошей и безупречной шерсти питомца. Красота! Форест! Форест! Смотри, какие подарки тебе! И маска для шерсти, да. И вот я думала сначала, что это сок. А это такой шампунь. Ты будешь и благоухать, и сиять. Ой, и кондиционер для твоей шерсти. Я надеюсь, она будет гладкой и не будет так сыпаться, да. Ой, тут сумка какая-то, да. Это дорожная сумка. Ну, видимо, да. Куда мы все сложим. Мы любим путешествовать. Ой, сложим все твои подарки. Все твои вещи. Он у нас барахольщик, вещей у него немало. Да, Форест? Машина. Спасибо, спасибо большое. Косметика Ивсен Бернард это безупречная красота шерсти и ослепительный внешний вид домашнего питомца. Фундаментальные принципы Ивсен Бернард многолетние традиции, ультрасовременные технологии, эффективные рецептуры, натуральные ингредиенты и непрерывное стремление к совершенству. Мнямс. Корма и лакомства для кошек и собак. Созданы для питомцев. Делают счастливыми всех. Мистер Кранч. Российский бренд премиальных товаров для животных. Основным приоритетом бренда Мистер Кранч является забота не только о физическом, но и о эмоциональном и интеллектуальном развитии питомца. Все материалы являются гипоаллергенными и абсолютно безопасны для питомцев. Настя, где тебя можно увидеть, услышать? Ну, так же колесим по городам и весям, но хотел бы пригласить на концерт в Москве. В Москве не часто выступаем. Вот будет у нас большой в августе, 18 августа Магнус Локус клуб. Будем очень рады всех видеть с лучшими хитами, со старыми и новыми песнями порадуем. Так что, приходите. Друзья, запомните, мы в ответе за тех, кого приручили. Это была рубрика «У любви четыре лапы». С вами была я, Настя Гдунова, и Настя Макаревич. Увидимся в следующих выпусках. Берегите своих питомцев. Редактор субтитров А.Семкин